Лекция Пашимадбхагаватам, песня 3, глава 25, текст 13, прочитанная его Божественной Милостью Ачебхактивиданты Свами Прабхупады, 13 ноября 1974 года в Бомбее. Перевод. Господь Верховная Личность Бога сказал, «Йога, которая связывает индивидуальную душу с Господом, которая приносит живому существу высшее благо и помогает ему отрешиться от всех печалей и радости материального мира, является высшей системой йоги». В этом материальном мире каждый пытается уменьшить или освободиться от страданий. «Дукхаса», «Аттяндхика дукханидбитти», «Аттяндхики» означает «высший». Борьба за существование в этом материальном мире такова, что каждый пытается обрести какое-то счастье и свести к минимуму количество страданий. Это называется борьбой за существование. Как правило, йогу практикуют для получения каких-то материальных благ. Анима, лагима, прапти, ишита, вашита, махима, анима. У йогов есть восемь видов совершенства, ашта, ситхи, йога. Человек может стать меньше, мельчайшего, легче самого легкого, больше самого большого. Он может получить все, что хочет незамедлительно. Вашита, он может повелевать, он может создать даже планету. Это некоторые из ситхи йогов. Но здесь сказано, что высшая система йоги не в том, чтобы стремиться к материальному счастью, не в том, чтобы страдать от материальных неудобств также. Это совершенство йоги. Все пытаются избавиться от материальных страданий и обрести какое-то счастье. Но все материальное, так называемое счастье или так называемые страдания, как, например, сейчас запускают фейерверки, кому-то это доставляет счастье, но нам это доставляет страдания. Ведь так? Они думают, что они наслаждаются, а мы думаем, как неудобно. Такова материальная жизнь. С одной стороны счастье, с другой стороны страдания. И счастье, и страдания — это иллюзия. Есть много примеров. Например, вода летом доставляет счастье, зимой — это страдание. Та же вода сегодня доставляет счастье, та же вода завтра причиняет страдания. Сын, когда он рождается, доставляет счастье. А тот же сын, если он умирает, причиняет горе. Но сын тот же самый. Итак, материальный мир — это двойственность. Вы не можете понять счастье без страданий. И вы не можете постичь страдания без счастья. Поэтому этот мир называется относительным. Вы не можете понять сына, не понимая отца. Вы не можете понять, что такое отец, не понимая, что такое сын. И духовное счастье выше этой двойственности. И это совершенство йоги. Адьяатмика, Атма, душа, счастье души. Вот что такое настоящая йога. Счастье души возможно, когда душа, индивидуальная душа пребывается сверхдушой или высшей душой. Ниттян ниттянам четанас четананам Есть высшая душа, высшее существо. Есть много живых существ. Нас много. Мы живые существа. Нас много. Но главное живое существо — это Кришна. Костер и искры. Искры гаят, когда они в изначальном костре. Если искры падают, отделяясь от изначального костра, они гаснут, они перестают светиться. Точно так же наше истинное счастье — когда мы наслаждаемся с высшим существом. Кришна к примеру, Кришна не один. Кришна всегда со своими друзьями, гопи или пастушками, или со своим отцом, своей матерью. Вы никогда не увидите, что Кришна один, как, например, вот здесь Кришна. Он не один. Кришна с Радхарани, со своими преданными. Как царь, когда мы говорим, царь идет сюда или президент едет сюда. Это означает, что президент приедет не один. Он едет со своими секретарями, с министрами, с многими другими людьми. В Англии у королевы есть телохранители. Точно так же йога адьяатмика. Йога значит связь. Атма это значит душа в действительности, но иногда атма также означает тело. Ум телом не имеет ничего общего с высшим существом, потому что высшее существо это совершенный дух. Он не имеет материальных оболочек. Тот, кто считает, что Кришна высшее существо имеет материальные оболочки, он покрыт майей, как мы, покрытый майей, материальной энергией. Кришна не такой. Кришна говорит, Кришна не говорит, что я пришел сюда как обычное живое существо. Необходимо учиться тому, как Кришна рождается. Это необычное рождение. Если это было бы обычным рождением, то чего ради нам проводить церемонию джан-маштами? Это дивия, божественное, трансцендентное явление. Все, что связано с Кришной, божественно. Если мы думаем, что Кришна подобен нам, то согласно утверждению Бхагавадгиты мы тотчас же становимся мудхой. В действительности Кришна изначально высшее существо, изначальная высшая душа. Мы же просто крошечная, неотъемлемая частица Кришны. Подобно этому примеру костра и маленьких искр, мы видим вот, как запускают фейерверки. Есть огонь, есть маленькие искры. Пока огонь и эти маленькие искры вместе, они светятся. точно так же, если мы связываем себя с Кришной, то мы освещаемся, мы светимся, и Кришна, как Кришна светится, мы светимся так же, хотя мы маленькие. Но если мы падем, отделимся от Кришны, от изначального огня, то погаснем. Наша духовная сила, наше духовное сияние гаснет. Поэтому система йоги это воссоединение, это называется йога. Санскритское слово йога значит соединять, а ви-йога значит разъединять. Капилдев, Капилдев это Бхагаван, это Капилдева, это Бхагаван, духовная личность Бога. Бхагаван не ошибается. Даже Шанкарачарья говорит, что Бхагаван, Нарайна не принадлежит материальному миру. Итак, когда мы говорим о Бхагаване, это Шастра говорит Бхагаван. Это означает тот, кто выше материального понимания. С дивием он выше материальных представлений. Здесь говорится Бхагаван у вача. Ясадева не говорит Капилдеву у вача. Нет. Точно так же в Бхагавадгите Ясадева говорит, это Кришна говорит на самом деле, но Ясадева там пишет Бхагаван Бхагаван у вача. Бхагаван это тот, кто выше изъянов этого материального мира. Это Бхагаван. Бхагаван не подвержен недостаткам материального мира. Есть четыре недостатка, несовершенства. Нас интересует материальный мир, но мы несовершенны, потому что мы совершаем ошибки. Брама. Мы в иллюзии. Брама, Брамада и Випралипса. Мы пытаемся обманывать других. Я не обладаю знанием, и тем не менее я становлюсь учителем или проповедником. Это обман. У нас нет совершенного знания. Поэтому наш принцип учить тому, что говорит Бхагаван. Мы не придумываем никаких учений. Как они придумывают обычно так называемые ученые, они делятся своим мнением, особенно в западном мире. Есть много таких философов. Каждый из них выдает какие-то свои теории, продуцированные их умом. Мы не идем таким путем. Мы должны брать знания у Бхагавана. И это совершенно. Поэтому здесь сказано Бхагавану ваше. Если мы получаем наставление от Бхагавана, почему мы читаем Бхагавадгиту? Это распространенная практика, потому что она совершенна. В ней нет ошибок, нет иллюзий, нет обмана, нет несовершенства чувств. К примеру, в Бхагавадгите сказано «Я знаю все, прошлое, настоящее и будущее». Мамча веда накашчана, но никто не понимает меня. Таково наше положение. Бог знает все, Кришна знает все, но мы не знаем, кто такой Бог. Таково наше положение. Мы не знаем. Ишвара, Бог, Кришна пребывает в сердце каждого. Я хожу в сердце каждого, не только людей, но также животных всех. Он в атоме. Поэтому, поскольку Он во мне, во вас, во всем, Он знает все. Поэтому Кришна говорит «Веда хам саматитани». Он знает все. и поскольку Он знает все, поэтому нам нужно учиться у Бхагавана. Если мы принимаем слова Бхагавана, это совершенное знание. есть парампара систем, есть система парампары, которая описана в Бхагават Гитте, в 4 главе. ивампарампара праптам ивампара представитель не говорит ничего, чего не говорит Господин. Быть представителем очень легко. Вы можете стать представителем Кришны, если не даете толкований словам Кришны по-своему, по своей прихоти. Кришна говорит «Нет истины выше Меня». Если вы принимаете это, как оно есть, если вы передаете это людям, что нет истины выше Кришны, то тогда вы становитесь Гуру. Не меняйте, тогда вы станете Гуру. Чайтани Махапрабху повелел так. Он проповедовал, он проповедовал каждому из страны в страну. Конечно, он не выходил за пределы Индии. И он учил, учитесь у Меня и учите своих людей в деревне, в стране. Эйдэш, он говорил, то есть в том месте, в той местности, где вы живете. И тогда вы становитесь Гуру. Кто-то может подумать, я неграмотный, у меня нет образования, я не родился в благородной семье. Как я могу стать Гуру? Чайтани Махапрабху говорит, это не очень трудно. Вот и все. Вы становитесь Гуру. Просто нужно говорить то, о чем говорит Кришна. Тогда вы становитесь Гуру. Так что каждый, кто не говорит то, что говорит Кришна, не Гуру. Это негодяй, он не может быть Гуру. Гуру только тот, кто говорит о том, что сказал Кришна. Это предписание Шастра. О Вишнава Гуру на Ша 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 Вишнава Ша Вишнава Ша Ша Вишнава Ша Это определение Гуру. Один Браман родился в семье Брамана. Он очень образован. Вишнава очень нескучен в повторении ведических мантр. Это обязанности Брамана. Веда мантр. Мантр тантар бишарад. Но Ава Шнава, если он не Вишнава, если он не следует наставлениям Вишну или Кришны, он не может стать Гуру. Шва Пача значит собакоед. Таких людей считаю самыми низшими среди людей. Тех, кто едят собак, Чандал, Банги. Такой человек может стать Гуру. Каким образом? Если он Вишнав, если он преданный Вишну или Кришны. Такова миссия Шичайтани Махапрабху. Итак, если мы просто принимаем слова Бхагавана и проповедуем, то нам очень легко каждому из нас стать Гуру. Не эксплуатировать, но для того, чтобы давать знания. Какое знание? О чем говорил Кришна? Вот и все. Даже если человек не очень образованный, если он не ученый, не санскритолог, у каждого есть уши. Он может слушать Кришну, представителя Кришны, и усваивать то, о чем говорит Кришна. И он может повторять то же самое. Тогда он становится Гуру. Такова миссия чей-то анимахапрабху. Он сказал, «Гуру» значит парупакар. Люди пребывают по тьме, и их нужно просветить. Таково предписание лет. «Итиштата, джаграта». Люди приходят из царства животных, мы получаем человеческое тело. Пока душа пребывает в телах животных, она спит на коленях материальной природы. Сейчас же мы обрели человеческое тело. И оно предназначено для того, чтобы выбраться отсюда. Миссия такова, чтобы пробудить людей к сознанию Кришны. Разбудить в людях сознание Кришны. Горачанда это означает «Чайтане Махапрабху». Он обращается к каждому. О, живое существо, встань, проснись, «Сколько ты еще будешь спать?» Здесь говорится о том же «йога объятника кумсам». Это главная обязанность соединить себя в свою душу со Всевышним. «Йога аддхат микаппан нишан». Он говорит «Это мое наставление. Нужно проснуться к сознанию Кришны и снова соединить себя с Кришной». Это объятника йога, а не показывать какую-то гимнастику, фокусы. Нет, это лучшая йога. И Кришна также говорит в Бхагавадгите. Первоклассный йог — это то, кто... Есть много йогов. Есть множество разных форм системы йоги, и все системы йоги приводятся в Бхагавадгите. Хатха-йога, карма-йога, дьяна-йога, раджа-йога. Очень много систем йоги. Но подлинная система йоги, первоклассная система, это возрождение вашей связи с Кришной. Это наивысшая йога. Здесь также говорится аддхатмика. Мы живые существа, души. Сейчас не то, что мы потеряли связь, мы просто забыли. Мы не можем потерять связь, это невозможно. Но сейчас у нас скрыто. Есть йога, есть йога-майя. йога-майя означает забвение. Итак, Капиладева, это Бхагаван, он советует, Бхагаван советует эту первоклассную йогу, объятника, объятника. То, что касается души, прежде всего мы должны понять, что такое душа. в настоящий момент люди настолько погрязли во тьме, они не понимают, что такое душа. Поэтому Бхагавад-гита учит прежде всего пониманию, что такое душа. Дэхи-душа, Дэхи значит собственник тела. Мы думаем, я есть тело. Нет, я не тело. Я владелец тела. Вот это настоящее понимание себя. Я не тело. Мы также говорим, это мой палец, моя голова, моя нога. Никто не говорит, я голова, я палец. Никто так не говорит. Все говорят, моя голова. Так я владею телом. Далее, я нахожусь под влиянием май. тело дано май, материальной энергии. У нас разные формы тел. У меня такое тело, у вас другое, собаки свое тело, у кошки свое. Почему столько тел? Почему ни одно тело? Ни один вид тела? Об этом также сказано, каранам гуна санга ся. Каранам причина в том, что дэхи, теле, душа, соприкасается с разными гунами материальной природы. Поэтому душа получает разные виды тела. это естественно. Вам не нужно стремиться к своему следующему телу. Оно будет другим. Вам придется поменять тело, но Кришна не говорит, какое тело вы получите. это зависит от вашей квалификации. Квалификации. Если вы общаетесь с саттвагуной, тогда урдва мгачханти саттва ста, тогда вы подниметесь на высшую планетарную систему. Мадхетисханти раджаса. Если вы соприкасаетесь с гунами страсти, то вы останетесь здесь. И джагханья гунавритиста. Если вы общаетесь с тамагуной, то вы опуститесь, вы будете опускаться все ниже, родитесь о какой-то низкой семье или среди животных или растительных форм жизни. Есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Все это из-за каранок гунасанга ся. И согласно телу вы получаете страдания и счастье. Вы не можете ожидать в теле собаки такое же счастье, которое наслаждается царь или очень богатый человек. У одного тела собаки и у другого тела царя. Каранангу на санга ся. Так, это счастье или то счастье, это страдание или то страдание. Всем этим мы обязаны материальному телу. Поэтому йога означает возвышение над счастьем или страданием тела. Итак, если вы воссоединитесь вновь со Всевышним, это называется истинной йогой, то вы получите избавление от так называемого счастья и страдания, которые мы испытываем из-за тела. это адъятмика. Это называется бхакти-йога. Воссоединение с Кришной. Кришна также приходит, чтобы учить этому. Негодяй, сарва-дарма-притья-джа, просто восстанови свою связь со мной, негодяй. Перестань заниматься всеми этими формами, придуманными формами йоги и религии, сарва-дарма-притья. Этому учит Кришна. Кришна что-то говорит. И представитель Кришны или его воплощение или Гуру говорит то же самое. Это квалификация Гуру. Здесь Копил Дева, хотя он является воплощением Кришны, он действует как представитель Кришны, как Гуру. И он говорит то же самое. Он не говорит что-то другое. Нишиаса значит высшее благо. Кришна говорит о том же. Парамгуйятамам я дал тебе столько наставлений, но поскольку ты мой дорогой друг, я открываю тебе самое сокровенное. Что это? Сарва Дарман Паритяджа. Если ты примешь этот принцип, то ты по-настоящему поднимешься над этим так называемым счастьем и страданием. Это йога. мы не должны становиться пленниками материальных страданий или материального счастья. Мы не должны слишком радоваться, когда испытываем материальное счастье. Это окобы. Материальное счастье не настоящее счастье. мы получаем его через страдания. Например, мы пытаемся быть счастливыми, очень богатыми, обриски какие-то деньги. Это так легко не достается. Нам приходится идти настолько трудностей. На самом деле это страдания, но в надежде получить какое-то иллюзорное счастье мы идем на эти страдания. В действительности счастья нет. Ахиндрия значит духовные чувства. Если мы очищаем наши чувства, поднимаемся на духовный уровень сарвапатхивинирмухтам. Если мы очищаемся, когда эти чувства заняты, это доставляет настоящее счастье. Когда мы занимаем свои чувства в удовлетворении чувств Кришны, они услождаем собственные материальные чувства. Вот это называется адьятмико-йога или бхакфи-йога. Итак, мы должны учиться бхакфи-йоге у Капиладевы. Постепенно он начинает давать наставления.